Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как я делал свою первую игру. Идея этой игры появилась очень много лет назад, и я много раз начинал её делать, и каждый раз забрасывал на полпути, как и множество других проектов. Игру я решил делать в вебе, то есть это просто сайт, даже без какого-либо игрового движка, на который можно зайти и сразу же играть в эту игру. Примерно как Agario или Slytherio, я думаю, многие помнят такие игры. И это тот самый случай, когда изначально я делал её только для себя, и не думал, что кому-то ещё она будет интересна. Но потом я упомянул эту игру в своём видео, и внезапно оказалось, что она всем понадобилась. Очень многие стали спрашивать, когда она выйдет, хотя изначально я даже не планировал её выпускать. Эта игра довольно необычная, я бы назвал её игрой для программистов. Ведь там можно делать процессоры, калькуляторы и разные необычные конструкции. Но давайте расскажу историю создания этой игры по порядку. А началось всё больше 10 лет назад, 13 марта 2013 года. В Майнкрафте вышел Redstone Update. В нём добавили блоки Redstone, хопперы и многое другое. Для меня это было самое крутое обновление, и я днями и ночами экспериментировал с разными Redstone схемами. И мне кажется, у меня большинство зрителей играли в Майнкрафт. Но давайте на всякий случай поясню, о чём идёт речь. В Майнкрафте есть материал, который называется Redstone. Из него делается что-то вроде проводов, по которым можно передавать сигналы. Также из него можно собирать конструкции, похожие на базовые логические элементы, из которых строится любой процессор, например, компьютера или телефона. Были и игроки, которые делали из Redstone калькуляторы, дисплеи и даже целые компьютеры. А некоторые Redstone схемы ещё и выкладывали вот в таком вот виде. Вдохновившись этим, я решил сделать похожий симулятор схем для себя, чтобы в него я мог добавлять новые логические элементы и сразу с ними экспериментировать. И первая версия моей игры выглядела вот так. У меня остался только этот скриншот. И тут можно заметить, что во-первых, в ней изначально была тёмная тема, а во-вторых, смотрите какая дата. Это было больше 10 лет назад. Писал я их тогда на Джаваскрипте, и там был только один этот экран. Его нельзя было даже подвинуть. То есть всё строить можно было только на нём. Рисовал я на HTML теге Canvas. Это что-то вроде холста, на котором можно рисовать 2D графику. При этом все стрелочки я решил рисовать линиями. И начал я с базовой стрелочки, тёмно-красного цвета, потому что это цвет Redstone. Изначально я хотел сделать стрелочку вот такой. Но случайно не закрыл линию, и поэтому она получилась вот такая. И мне было лень это исправлять. И я думал, что когда-нибудь потом это исправлю. Но потом я решил поэкспериментировать и поставить побольше толщину линий. В результате чего получилась вот такая стрелка, которая в похожем виде осталась и до сих пор. Я долго хотел сделать и выпустить эту игру. Выбирал язык и метод реализации. А если у вас тоже есть идеи, но вы ещё не знаете, с чего начать и как воплотить их в жизнь, то могу порекомендовать вам начать с изучения Python. Это универсальный и понятный язык программирования, который подходит для изучения с нуля. А выучить его вам поможет онлайн школа Skill Factory. На курсе вы освоите профессию фуллстэк разработчика на Python. И сможете в одиночку создавать проекты, такие как сайты, веб-приложения, ботов, игры и так далее. Люди с такими навыками нужны и в крупных компаниях, и в стартапах. А их зарплаты в России в среднем 180 тысяч рублей. Во время обучения вы сделаете 10 своих проектов, пройдёте стажировку и поучаствуете в хакатоне, где с наставниками решите проблему бизнеса. На одном из таких недавно студенты разработали телеграм-бота для московского зоопарка. А тех, кто хорошо показал себя, пригласили продолжить работу над проектами. Так что по окончанию курса у вас будет готовое портфолио и достаточно опыта, чтобы без проблем найти работу. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, а по промокоду Anigiri вас ждёт дополнительная скидка. Но давайте вернёмся к стрелочкам. Вот сделал я самую первую базовую стрелочку, которая просто передаёт сигнал вперёд, и сразу же нашёл с ней одну проблему. Давайте покажу это на примере новых стрелочек. Допустим, у нас есть два сигнала на двух разных вот таких вот линиях из стрелочек. Если я попробую соединить их в одну линию, то эти сигналы пойдут с некоторым промежутком. А хотелось бы превратить их просто в один длинный сигнал. И как бы я не совмещал эти линии из стрелочек, они никогда не совместятся в один длинный сигнал. Поэтому нужна была стрелочка, которая задержит сигнал на один такт, и потом уже отправит на эту линию. Тогда они будут уже одним большим сигналом. Таким образом появилась стрелка задержки, которая сначала включается одним сигналом, который ничего не делает, а уже потом загорается красным и передаёт сигнал дальше. В то время в Майнкрафте игроки обсуждали, что в игру, возможно, добавят некоторую альтернативу Редстоуна. То есть Редстоун, который бы работал так же, но при этом не взаимодействовал бы с обычным Редстоуном. Многие называли это Блю Стоуном. Даже были моды, которые добавляли этот самый Блю Стоун. И точно так же в стрелочках я решил второй сигнал сделать синим. А ещё в начале у меня была такая идея, что если два сигнала приходят на стрелочку одновременно, то она загорается более мощным сигналом. И так как изначальный сигнал у нас красный, то более яркий пусть будет жёлтый. Но что дальше делать с этим более мощным сигналом? Можно, конечно, его так и передавать дальше жёлтым, но лучше добавить какие-то инструменты, которые бы позволили понять, какой сейчас в стрелочке сигнал – красный или жёлтый. Поэтому я сделал вот такие вот стрелочки-детекторы на каждый цвет. Они загораются, если сзади них клетка активно соответствующим цветом. Но потом мне показалось это не очень удобным, и я решил оставить просто один детектор, который детектит любой сигнал, и использовать его для раздваивания сигнала в разные стороны. А вместо более мощного сигнала сделал отдельную стрелочку, которая выполняет операцию логического И. То есть включается, когда на неё приходят два сигнала. Но так как в моём случае на неё может прийти и больше двух сигналов, то и тогда она будет тоже включаться. Но тут есть ещё одна проблема. Смотрите, допустим, у нас есть две линии из стрелочек. И нам нужно из них создать некоторый перекрёсток. То есть, чтобы левая линия пошла направо, а правая налево. И для этого я думал сначала сделать отдельную стрелочку, которая отправляла бы сигнал либо в одну сторону, либо в другую. Но потом подумал, что будет гораздо удобнее, если была бы стрелочка, которая как бы отправляет сигнал через одну клетку. Таким образом и не придётся делать стрелочку с какой-то особенно сложной логикой, и перекрёстки будут выглядеть очень наглядно. К тому же такой стрелочке можно придумать ещё много других применений. Кстати, вы могли заметить, что стрелочки очень похожи на клеточный автомат. В общем-то, они им и являются. Клеточный автомат — это когда у нас есть поле из клеточек, и они меняются по определённым правилам. Самым известным клеточным автоматом является игра «Жизнь», которая в 1970 году была придумана британским математиком Джоном Конвием. У неё очень простые правила. Если клетка не заполнена, или её называют мёртвой клеткой, и вокруг неё есть три заполненных, то есть живых клетки, то эта клетка тоже становится живой. А если клетка уже живая, и вокруг неё ровно две или три живых клетки, то она остаётся живой. Во всех остальных случаях клетка становится мёртвой. И внезапно эти очень простые правила порождают очень сложное поведение клеточного автомата. Например, если создать такую вот структуру из клеточек, Ее называют глайдер. И запустить ее, то она начнет как бы шагать по диагонали. А вот такая структура генерирует глайдеры. Есть еще более сложные заводы, разных космических кораблей. В игре жизнь даже делали компьютеры. И даже делали игру жизнь внутри этой же игры. У меня, кстати, уже было видео про клеточные автоматы. Можете посмотреть там все это более подробно. В клеточных автоматах используется такое понятие, как скорость света. Скорость света, так же как и в физике, это максимальная скорость движения. А если точнее, то максимальная скорость передачи информации. И классическая скорость света в клеточных автоматах это единица. То есть за один шаг выполнения клеточного автомата он может передать информацию на одну клетку. Но бывают и такие клеточные автоматы, в которых скорость света не равна единице. Это происходит, когда на клетку влияют не только клетки, которые вплотную к ней прилегают, но и клетки, которые находятся как бы на расстоянии от нее. Так же и в стрелочках. Здесь скорость света равна двум, потому что есть вот эта вот стрелочка. и она передает сигнал с большей скоростью. Кстати, стрелочки являются чем-то средним между клеточным автоматом и редстоуном из Майнкрафта. В Майнкрафте некоторые части редстоун-схемы могут активироваться моментально, даже если они состоят из нескольких элементов, а в стрелочках все активируется ровно по шагам. Наверное, это самое основное отличие стрелочек от Майнкрафта. И с одной стороны, из-за этого сигнал в стрелочках идет немножко дольше, чем в редстоуне. Но с другой стороны, как мне кажется, это выглядит гораздо нагляднее, и явно показывает работу каждой отдельной стрелочки. А еще, может быть, не все об этом знают, но в Майнкрафте существует так называемое юго-восточное правило. Объекты, повернутые в определенные стороны, имеют приоритет. Из-за чего одни и те же, но повернутые в разные стороны конструкции могут работать по-разному. Вот у нас, например, есть два поршня. Впереди находится запад, а слева находится юг. Включаем их, и активируется южный поршень. А если западный и северный, активируется северный. Северный и восточный активируются северный. Южный и восточный активируются южный. А между западным и восточным активируются западный. Между северным и южным активируются северный. То есть игра работает несимметрично. Такая же проблема сначала была и у меня. Я добавил стрелочку, которая может блокировать сигнал в другой стрелочке. И если поставить две такие стрелочки друг напротив друга, то победит та, которая находится правее или ниже. Потому что программа проходит по всей таблице из клеточек, слева направо, сверху вниз. И стрелочка, которая находится правее или ниже, обработается последней. А значит, ее действие как бы перезапишет действие стрелочки, которая находилась левее или выше. Можно было бы, конечно, и не обращать на такую ситуацию внимания, но она выглядит несимметрично. Это примерно как плитка, которая неровно уложена. К тому же, например, в игре жизнь такой проблемы нет, там все работает абсолютно симметрично. Хотя там программа тоже может проходить по таблице из клеточек, слева направо, сверху вниз. Но там есть не одна таблица, а две таблицы. Предыдущее состояние поля и новое состояние поля, и мы высчитываем новое состояние из предыдущего. Таким образом, текущее состояние не меняет само себя. И хоть в Майнкрафте проблема с поршнями более сложная, и ее так просто не решить, но для моего случая это идеально подходит. И вот теперь уже, если сделать правила симметричными, то стрелочки будут одновременно включаться, потом одновременно друг друга выключать и опять включаться, и так по кругу. В то время я экспериментировал только с самыми первыми стрелочками, которые я тогда придумал. И вот конструкции, которые для меня стали уже классическими. Во-первых, это, назовем его, удлинитель сигнала. Например, если на него придет сигнал в одну клетку, то на выходе будет сигнал в две клетки. А если придет сигнал длиной 2, то на выходе будет сигнал длиной 3. То есть он всегда удлиняет сигнал на 1. А если здесь стрелочку заменить на стрелочку, которая будет блокировать сигнал, то у нас получится конструкция, которая сигнал любой длины превращает в сигнал длины 1. А еще я заметил, хоть и далеко не сразу, что нам даже не нужен детектор среди базовых стрелочек, чтобы раздвоить сигнал. Потому что можно блокировать сигнал в источнике и таким образом им управлять. И с помощью него раздваивать сигнал. Забавно, что я сам сделал такие правила и далеко не сразу нашел, как их можно использовать таким образом. А тем временем наступил 2014 год, Apple выпустил язык Swift. Я решил его протестировать и сделать на нем новую версию стрелочек. Я думал, что возможно стрелочки можно сделать игрой на iPhone. Как раз там я сделал поле белым. Точнее, я их тогда просто заскриншотил из той джаваскриптовой версии, чуть подправил в фотошопе и получились готовые спрайты. Но ту идею с игрой под iOS я довольно быстро забросил. Но не забросил стрелочки. На этот раз я решил переписать их на язык C-Sharp. Да, я тогда изучал просто много разных языков и смотрел, какие мне понравятся. И попутно пытался написать на этих языках какие-нибудь игры. Так вот, я выбрал язык C-Sharp и игровую библиотеку XNA, на которой написано, например, Terraria. И уже вот эта версия стрелочек была довольно проработанной. Там можно было сохранять, загружать карты. Там даже были некоторые уровни. И очень много видов стрелочек. Большинство из которых еще не дошли до новой версии, которую я недавно опубликовал. А еще я тогда обнаружил, что стрелочки, оказывается, уже были сделаны в 50-х годах 20-го века. И смотрите, тут даже описана проблема, о которой я недавно рассказывал, что иногда нужно как бы задержать сигнал, чтобы он пришел в нужное время. А придуманы они были математиком Джоном фон Нейманом. В честь него, например, названа фон Неймановская архитектура, на которой основаны все современные компьютеры. А эти его стрелочки — это самый первый клеточный автомат, который получил известность. Но правила у него очень сложные. И только уже через 20 лет Джон Конвей придумает свою игру-жизнь с очень простыми правилами, но таким же сложным поведением. А тем временем в стрелочках у меня была еще одна проблема. Они не очень быстро работали. В той версии, которую я писал на C-шарпе, была стандартная карта 100 на 100 клеток. И она могла работать в 60 фпс. Но хотелось и карту сделать больше, и чтобы симуляция работала гораздо быстрее. А все дело в том, что при вычислении вот этих вот двух массивов, которые нужны для старого и нового состояния, я один из них каждый раз удалял и пересоздавал заново. Что очень неэффективно, и каждый раз триггерит сборщик мусора. Что как раз и создает очень большую нагрузку на систему. Из-за чего все это и медленно работает. Но тогда я еще об этом как-то не знал. И подумал, что всю проблему можно просто решить, переписав это на какой-нибудь более быстрый язык. Например, на C++. Но делать мне это тогда было лень, поэтому я отложил эту идею на несколько лет. И вот я уже начал этот канал, и подумал, что будет прикольно, если я все-таки выпущу эти самые стрелочки. И решил начать писать их на C++. Изначально я выбрал библиотеку SDL, но с ней все шло как-то медленно, поэтому я перешел на более высокоуровневый и более простой SFML. И какая-то начальная версия стрелочек у меня даже получилась. И я решил показать ее в своем видео в 2020 году, где рассказывал о том, какие игры я раньше делал. И хоть о стрелочках я рассказывал не очень долго, и это было ближе к концу видео, но внезапно это стало самым просматриваемым моментом видео. А большая часть комментариев под видео было про эти самые стрелочки. Но на C++ я писал стрелочки очень медленно, поэтому далеко они все-таки не продвинулись. А затем я увидел одну очень похожую на стрелочки игру, Shapes.io. Да, она скорее больше похожа на Факторио, чем на стрелочки, но по графике она похожа на стрелочки. При этом у нее была браузерная версия, а была версия для Стима. И тут я подумал, а что если стрелочки все-таки сделать браузерными? Ведь в Shapes.io можно подастроить очень много разных конструкций, и все это работает быстро. А стрелочки я не делал для браузера именно по причине производительности. К тому же, когда я делаю любую игру, я всегда застреваю на одном и том же моменте, когда нужно делать интерфейс. Интерфейс часто бывает сделать сложнее, чем саму игру. А если делать игру для браузера, то эта проблема упрощается. Потому что на HTML можно довольно легко написать нужный интерфейс. К тому же, если делать игру на компилируемом языке, то потом ее нужно переносить на разные устройства, и с этим могут возникнуть проблемы. И я думал, что в браузере таких проблем не будет, ведь он везде работает одинаково. И вот я собрался делать стрелочки. Уже в шестой раз. И может быть, я бы их так и не сделал, если бы вы постоянно не писали бы мне и не напоминали, где стрелочки. И вот, спустя два с половиной года после того видео, где я упоминал стрелочки, 17 декабря 2022 года я начал делать стрелочки. Ну и конечно же, мне нужно было сразу задумываться о том, как я буду запускать этот проект, когда наконец-то его доделаю. Ведь нужно, чтобы он работал 24 на 7, вне зависимости от работы моего компьютера. Поэтому я разместил его на выделенном сервере Selectel. В предыдущих видео я уже использовал облачные серверы Selectel, в том числе и с видеокартами для машинного обучения. Но для сервера моей игры видеокарта не нужна, поэтому я выбрал обычный сервер, хоть и довольно мощный, чтобы он точно выдержал наплыв пользователей в первые дни. К счастью, в Selectel можно подобрать идеальное решение по мощности и бюджету. И выбрать сервер с готовой конфигурацией или собрать кастумный под себя. А сервер я выбрал просто из готовых конфигураций. Они все уже собраны, настроены и готовы к работе. Ее можно просто выбрать, и сервер будет готов уже через 2 минуты. Кстати, этот сервер можно арендовать даже на 1 день. Сервер у меня будет быстрый. Но вот что делать с клиентской частью? Ведь браузерные игры никогда не отличались своей производительностью. А я хотел, чтобы стрелочки работали очень быстро, несмотря на то, что они работают в браузере. И поэтому решил использовать WebGL. То есть использовать графическое API, такое как DirectX или OpenGL, как делают в настоящих играх, только в браузере. В браузере это WebGL. И вот благодаря WebGL теперь можно на экране рисовать большое количество стрелочек и далеко отдалять камеру. А еще благодаря ему появляется огромный простор для оптимизаций. И для багов тоже. Например, иногда стрелочки начинали выглядеть вот так. А еще в WebGL есть вторая версия, которая два года назад стала поддерживаться на современных телефонах. Но на релизе стрелочек оказалось, что у некоторых компьютерам лет 15, и они не поддерживают второй WebGL. И я использовал тот самый второй WebGL, который у многих не поддерживался. И тут я подумал, а я ведь не использую многие его функции. То есть я могу просто поменять несколько строчек и заменить его на первый. И действительно, проблема решилась. Кстати, если вдруг кому интересно, сначала вот был Canvas 2D, в который обычно все рисовали, потом WebGL первый, потом WebGL второй, а дальше будет WebGPU. И вот я подумал, что если выходит WebGPU, может быть стрелочки сразу писать на нем? Тем временем у многих выключена вообще видеокарта в браузере. А потом они такие, а почему все так медленно работает? Но это я забегаю сильно вперед. Давайте вернемся к тому моменту, когда я делал эти стрелочки. Раз это будет сайт, то ему нужен адрес. И немножко подсоветовавшись с GPT, я решил выбрать logic-эрус.айо. Точка-айо так же, как Agario или Slytherio или многие другие подобные игры. А название игры будет Logic Arrows. По аналогии с Logic Gates, типологические элементы, из которых состоит, например, компьютер. При этом тут в адресе есть еще вот такая вот черточка. Ее можно использовать в адресах сайтов, но при этом я не помню, чтобы ее когда-нибудь кто-нибудь использовал. И я погуглил, а стоит ли использовать эту черточку. И все говорят, что нет. И основная причина, потому что никто другой ее не использует. Из-за этого адрес сайта может быть сложнее вспомнить. Но, по-моему, это даже лучше. Если никто не использует эту черточку, то сайт наоборот будет выделяться этой черточкой. В общем, так я и решил ее написать. Кстати, неочевидный минус названия Logic Arrows, он начинается на ло, так же, как и Local Host. Поэтому иногда я хочу зайти на Local Host, набираю ло, а у меня высвечивается Logic Arrows. А еще, несмотря на то, что я давно программирую, и фронтенд, и бэкенд, я никогда не создавал свои собственные сайты. Поэтому я не знал, вдруг я запущу этот сайт, и сразу же что-нибудь сломается. И сначала я решил сделать другой сайт, немного попроще. И им был сайт с опросом, который я показывал в своих предыдущих видео. А также постил в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на него. И на удивление, первые пару недель этот сайт просуществовал нормально. Но потом, как только его не додосили, как только его не взламывали, поэтому хорошо, что я решил сделать более простой сайт, перед тем, как выпускать стрелочки. А еще я думал, на чем писать сервер стрелочек. Раньше я много программировал на Java, и это был самый привычный для меня язык. Но писать бэкенд на Java в 2023 году уже как-то не модно, поэтому я посмотрел разные варианты и выбрал Node.js. Да, раньше я бы подумал, что писать бэкенд на Java скрипте это очень странная идея, и зачем вообще этот Node.js нужен. Но на самом деле он настолько удобный, что уже после одного дня написания сервера я не хочу возвращаться назад на Java. Раньше я думал, что Node.js будет очень медленно работать, но работает он на удивление быстро. Только он тратит очень много памяти, но я пришел с Java, так что мне не привыкать. Раньше, когда я еще пытался написать эту игру на C++, я думал в дополнение к игре сделать еще и сайт, куда игроки смогли бы выкладывать свои карты. Но так как теперь игра это и есть сайт, то карты хранить можно прямо в ней. И вот я доделал стрелочки, и теперь их нужно загрузить на сервер. Прямо на сайте в панели управления myselectel.ru есть консоль, через которую можно сразу же взаимодействовать с сервером. Ну а еще я сгенерировал SSH ключ, с помощью которого я теперь удобно могу подключаться к серверу из терминала. В том числе даже из Visual Studio Code, в котором я весь код и пишу. В описании, кстати, будет ссылка на Selectel, регистрируйтесь там и заказывайте серверы для проектов любой мощности. А если теперь я храню карты на сайте, то нужна система пользователей. А значит нужна регистрация, аутентификация и все такое. Для создания аккаунтов у них, наверное, должны быть пароли, а хранить пароли оказывается не так уж и просто. Особенно, когда видишь, что у многих даже крупных сайтов утекают базы с открытыми паролями. Ну, то есть, если база куда-то утечет, что часто бывает, то все пароли тоже утекут, а у многих они повторяются на разных сайтах или в разных приложениях. Поэтому пароли необходимо хранить в зашифрованном виде. То есть, хранить нужно даже не совсем в зашифрованном. Нужно хранить хэш пароля. То есть, что-то вроде случайного числа, которое получается из пароля. Ну, как, например, мир в Майнкрафте получается из Сида. И таким образом, если утечет база этих хэшей, то по ней почти невозможно будет восстановить пароли. И каждый раз, когда пользователь вводит пароль, он преобразуется в хэш и сравнивается с хэшом. Таким образом, пароль нигде не хранится. Теоретически, конечно, пароли все равно можно восстановить. Есть дополнительные методы защиты. А я решил вообще отказаться от хранения паролей. Это и безопаснее, и проще. И сделать просто аутентификацию через Google. Ну, то есть, использовать с ним вот этот вот AUF 2.0. Но Google требует, чтобы у сайта было лицензионное соглашение. И раньше это было бы проблемой. Но теперь у нас есть чат GPT. Да, он помог мне написать лицензионные соглашения. И теперь можно на сайт заходить через Google. Потом я попросил нейросеть сделать лицензионное соглашение чуть покрасивее. И оно стало выглядеть вот так. Я, кстати, попросил эти стили сделать не GPT, а Клод. И внезапно Клод сделал лучше, чем GPT. Хотя обычно мне GPT больше нравится. Но иногда вот бывает и так. Когда я первый раз скинул прототип стрелочек другому человеку, я думал, что у него будут какие-нибудь баги, которых не было у меня. Но оказалось, что он даже не смог залогиниться. Потому что я использовал Google Chrome, а он использовал Firefox. И Firefox, видимо, не понравились недостаточно защищенные куки. И он решил их просто не сохранять. Поэтому я поставил настройки, чтобы куки не были доступны другим сайтам, чтобы они хранились в зашифрованном виде, и чтобы они не были доступны из JavaScript. Но зачем вообще нужны эти куки? По сути, это маленькие кусочки данных, обычно ограниченные 4 килобайтами, которые хранятся в браузере. И у них есть одна удобная особенность. Каждый раз, когда мы обращаемся к серверу, мы можем автоматически отправлять куки вместе с запросом. Таким образом, если пользователь залогинился на сайте, и сервер присвоил ему некоторый секретный токен, то пользователь может каждый раз отправлять его на сайт и подтверждать, что это он. И вот после всех этих настроек куки, они наконец-то нормально заработали из Firefox. Но давайте вернемся к самим стрелочкам, а точнее к вот такому блоку, который выдает сигнал один раз в самом начале, и потом больше его не выдает. Я решил сделать его отдельным элементом, хотя его вообще можно было составить из нескольких стрелочек, например, вот таким вот образом. Может быть, эту конструкцию можно еще упростить, но она довольно часто нужна, поэтому я решил сделать ее отдельным блоком. Наверное, самый простой пример, это когда нам нужно, чтобы конструкция выдавала сигнал раз в какое-то время, мы можем использовать этот блок, который создаст этот один сигнал, который потом будет ходить по кругу. Так вот тот самый человек, которому я первым отправил стрелочки, повернул этот блок. А этот блок ведь работает во все стороны симметрично. То есть он полностью симметричный, и я не думал никогда о том, чтобы его повернуть. Поэтому для меня этот повернутый блок выглядел примерно как вот такой вот сундук в Майнкрафте. А если вы следили за моим телеграммом или бусте, то возможно знаете, что стрелочки я выпустил чуть больше недели назад. И за это время в стрелочках сделали очень много крутых конструкций. Например, вот это калькулятор, и интересно в нем то, что в нем необычный экран. Цифры на нем появляются не за счет того, что стрелочки активируются, а наоборот, цифры состоят из выключенных стрелочек. А вот это дисплей, который может выводить любые картинки. Изначально я вообще думал, что такое будет невозможно, потому что чем больше пикселей, тем больше проводов к ним нужно провести. А тут абсолютно все сигналы проходят по всего лишь одному единственному проводу. В будущем я планирую у каждого игрока сделать страницу, где будут отображаться его карты. Ну а пока этого нет, Аркадий Чубрик сделал страницу на гитхабе, куда выкладывает свои самые эпичные карты. И он сделал даже то, что я сам пытался построить в стрелочках, но у меня пока еще не получилось. Да, это игра «Жизнь в стрелочках». Но так как о стрелочках я рассказал довольно давно, а выпустил я их лишь недавно, то некоторые не стали дожидаться и решили сделать свои версии стрелочек. Вот эти мне, наверное, показались самыми проработанными. Возможно, кстати, благодаря эффекту свечения они выглядят гораздо лучше. И вот пример сумматора в них, который складывает два двоичных числа. А вот я попробовал сделать свой сумматор. А эти стрелочки делали админы моего телеграм-канала. В них большая кастомизация, можно многое настраивать, есть даже скины на стрелочки. Я, кстати, много раз менял дизайн своих стрелочек. Например, изначально очень многие стрелочки у меня выглядели одинаково. Потом я решил им добавить небольшие различия, чтобы они были не просто разного цвета. А еще у меня некоторые стрелочки вообще ни в какую сторону не выдавали сигнал. Ну, потому что я почему-то вот так вот решил сделать. Например, вот эта вот ячейка памяти. Она переключала свое состояние любым входящим сигналом. Но сама никуда этот сигнал не выдавала. Поэтому его надо было как бы достать детектором. Но потом я приделал ей вот такую вот крышечку, и теперь она стала передавать сигнал вперед. И забавно, что совсем недавно, чуть ли не перед выходом этого видео, в Майнкрафте выходит апдейт, где добавляют вот эту вот штуку. То есть ячейку памяти, которая переключается любым входящим сигналом, и из которой этот сигнал нужно доставать. А еще в стрелочках с самого начала была одна огромная проблема. Не все стрелочки в них являются стрелочками. Например, вот этот вот источник сигнала, который изначально был вдохновлен блоком редстоуна из Майнкрафта, является каким-то квадратом, а не стрелочкой. Но спустя 10 лет я нашел решение этой проблемы. Теперь это тоже стрелочка, направленная в 4 стороны. А еще заодно я сделаю симметричный дизайн для той не до конца симметричной стрелочки. Изначально я хотел перевести стрелочки на много разных языков. Но тут есть одна неочевидная трудность. С каждым новым обновлением все новые фичи тоже придется переводить на все эти языки. Но тем не менее, 4 языка уже есть. А за помощь с переводом спасибо Нанскипу, Капицкому Андрию и Марине Пелемон. А еще иногда хочется в игру быстро что-то новое добавить, ни у кого не спрашивая перевод. Поэтому если найдете ошибки в переводе, то пишите в телеграм-канал или в дискорде. Кстати, изначально в стрелочках было очень странное управление. Ну то есть мне оно казалось удобным, но когда я показывал его другим людям, оно им казалось очень необычным. Чтобы поставить стрелочку, нужно было нажать на цифру на клавиатуре. Например, чтобы поставить первую стрелочку, нужно было нажать на 1, и туда, куда направлен курсор мыши, ставилась стрелочка. С одной стороны, мне это казалось даже удобным, и программировать такое управление было очень просто. Но когда я показывал его другим людям, они считали его не очень интуитивным. Поэтому я решил поменять управление на что-то вроде управления из Факторио. То есть мы выбираем стрелочку и можем ее мышкой поставить. На Q у нас есть пипетка, которой мы можем взять уже поставленную стрелочку и поставить такую же. А на E можно выделить несколько, скопировать их и вставить. Сейчас, кстати, большая часть управления в самой игре нигде не объясняется. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал или на дискорд по стрелочкам. А стрелочки, кстати, полностью бесплатные. Поэтому для поддержки можете подписаться на Boosty, а также на телеграм-канал или на дискорд по стрелочкам. А еще рассказывайте о них своим друзьям, это будет лучшая поддержка. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok